И Платошкина задержали, возбудили уголовное дело, я так понимаю, что меняют ему призыв к массовым беспорядкам, ну в общем-то в такой лайтовой форме то, что меняли мне. То есть Платошкина, я так понимаю, тоже вскрыли квартиру и посмотрим какую меру пресечения выберет суд. Вообще, я уже говорил, я никогда не смотрел Платошкина, поскольку он за новый социализм, а меня старый социализм немножко затрахал. Так что я поэтому как-то не интересовался новым социализмом, ну предполагал я, что он может рассказать. Но видите, оказалось, что он враг режима. И я понимаю, что сейчас вы будете высказывать конспирологические версии по поводу того, что путинцы, вот они там напридумывали специально, чтобы что-то там его как-то сделать героем и так далее. Фиг, ерунда, они не настолько сложные. Вы слишком усложняете этих путинцев, по-моему, нахер от не нужно. Они бабки, эти лопаты грибут, нахер им какие-то еще дела. Они все делают очень просто, да. Вот тут пишут, что его арестовали. Но я уверен, что пока не арестовали, да. Потому что данных не было, что они в суд притащили. Суд может только арестовать. А, домашний арест пишет. Домашний арест дали. То есть он уже в суде, что ли, побывал? Я что-то не прочитал этого. Ну, не важно, это не имеет значения. То есть посмотрим, как будут развиваться дела. Да, его, если под домашний арест загнали, это такой крючочек. Посмотрим, как отреагирует Зюгана. Это очень важно, да. Ну, потому что Зюганов может эту проблему решить одним телефонным звонком Путина. Станет он решать эту проблему или не станет? Я думаю, что он приревновал очень сильно Платошкина к толпе или толпу Платошкина. Да, он хочет быть самым главным коммунистом. И вдруг вылез Платошкин и не дает ему быть главным коммунистом. А там еще Бондаренко вылез. Тот вообще молодой. И очень серьезные проблемы ожидаются у Зюганова и, самое главное, у его внуков. Его внуки могут не стать главными коммунистами, представляете. По наследству могут не передать мандат главного депутата от коммунистов в Госдуме и прочее, прочее, прочее. Так что, такие вот пишут. Ну, я так понимаю, что суда не было, что это предположение людей. Что там с ним будут делать? Посмотрим. Очень важно понимание того, что происходит. Ну, обратите внимание. Во-первых, я хочу сказать, что я, конечно же, проявляю солидарность. Я, конечно же, на стороне Платошкина. И, конечно же, Платошкин является врагом режима. Мне это совершенно очевидно. Первое, почему он является врагом режима, потому что он сам себя так позиционирует, как враг режима. А второе, потому что режим его позиционирует, как своего врага. Ну, к друзьям не приходят, дверь не выламывают. Уголовное дело не возбуждают. Я еще раз хочу повторить, что сейчас будут всякие конспирологические версии в отношении всего этого дела. Оставьте это. Почему? Потому что режим не настолько сложный. Это режим долбоебов. Это режим негодяев. Они не выдумывают какие-то там особые комбинации. Они поехали новичком кого-то отравили. Поехали там кого-то полоним отравили. Какие там комбинации? О чем речь вообще? Так что, да херня это все с Платошкиным. Херня не херня. Если в отношении человека происходят какие-то репрессии, мы просто обязаны этого человека поддержать. Из тех людей, кто воюет с Путиным, или не дружит с Путиным, или высказывается против Путина, я не поддерживаюсь таких людей, только тех, кто то же самое делает в отношении меня. То есть, если человек, Аплатошкин, насколько я знаю, ни разу не высказался негативно в адрес пальцев, если он высказывается в адрес Путина и его режима негативно, и в отношении меня даже держит просто нейтралитет, то я его уже за это благодарю. И буду безусловно поддерживать. Любого буду поддерживать, кто борется с Путиным, и при этом не борется с Мальцем. Я уже об этом говорил. Это для меня принципиально. Аплатошкин защищал грудь Скобеева в пассе. Я не был в пассе, я вообще ничего не знаю про это. Я знаю только, что он топит за новый социализм, против поправок по институции. Зовет он на выборы, не зовет, это уже делал третий. Он потому что хочет создавать свою партию, поэтому для него принципиальный вопрос выборов. Я вполне допускаю, что он и не хочет, чтобы этот режим пал. Ему просто нужно какое-то свое место, партию какую-то и так далее. Гнать какую-то волну, на которой он будет, в качестве серфера, на этой волне будет путешествовать. Я вполне допускаю, но это вот в ту систему координат, в которой я нахожусь, вполне укладывается. И в этой системе координат он скорее не друг, чем враг. Согласитесь, ничего плохого он не делает. Он делает очень хорошего, катит бочку, он раскачивает лодку, он будет людей. Пусть он их там зовет, в другую сторону. Мне какая разница. Самое главное, чтобы они проснулись. Самое главное, чтобы они ощутили ужас своего сегодняшнего состояния. Вот это главное для меня. И самое главное, чтобы они начали искать выход. Не просто там проснулись, да. Выход стали искать. Вот что нужно. Так. Вот стал он, значит, фигурантом дела о вовлечении в массовые беспорядки. Интересно, какие же, какие массовые беспорядки он вовлек людей? Видите, как боятся. Любых боятся, кто хоть счета, какой-то делает обращение к народу о том, что народ хоть что-то должен поменять. Хоть сходить на выборы против, проголосовать и так далее. Уже сейчас все недопустимо для путинцев. Они, видно, сели, там подсчитали, забросили, так сказать, сеть социологических исследований, так называемых. ФСО, наверное, провели исследование и обоссались. Скажут, блин, это Платошкин скоро вместо Зюганова станет. Скоро подомнет он Зюганова, да уже подмял на самом деле. И КПРФ на две части разлетится. Одна уйдет с Бондаренко, а другая с Платошкиным. Сейчас это же совершенно очевидно. Конечно, и к Зюганову никакой третий не останется. Потому что нет там Зюгановских. Там есть те, кто с Рашкиным и с Бондаренко, и те, кто с Платошкиным. Все, третьих нет. Все остальные там и не нужны. Это вообще ничтожество. А это его, конечно, сильно очень напугались.